В наши дни, если какая-нибудь знаменитость или первая леди государства делают новую прическу, то эта новость не только облетит мировые СМИ, но и может стать началом нового тренда. Например, ранее в этом году несколько голливудских звезд сделали себе челки, и эти прически сразу стали более популярными. Стилист, работавший с Анжелиной Джоли и Энн Хэтувей, говорит, что лучше всех челку носит первая леди США. «В Голливуде сейчас те, кто носит лучшую челку, это Ким Кардашан, Керри Вашингтон, Эмма Стоун. Но мы все знаем, что первая леди носит их лучше всех. Она не в Голливуде, но носит она их лучше всех». Гибсон говорит, что хотя челка – это хлопотно, но она может полностью изменить женский образ. «Челка может сделать вас привлекательной, уверенной, может сделать моложе. Именно эти прилагательные описывают то, что приносит женщине челка». Между тем, актуальна сегодня и стрижка под мальчика. И хотя тренд на такую прическу существует уже давно, но когда свои локоны решается отрезать очередная звезда, то это всегда событие. Например, в 2010 году это сделала Эмма Уотсон, благодаря стилисту из Нью-Йорка Родни Калтеру. «Это было просто подходящее время. И вы знаете, Эмма просто прекрасна. У неё идеальное лицо. Она из тех счастливец, которым хорошо с любой прической. Она очень уверенная молодая леди». Актриса Энн Хэтуэй и Шарлиз Терон были вынуждены подстричься ради роли. А вот у Кэрри Маллигана и Мишель Уильямс были более личные причины. Но как бы коротко вы не обрезали свои волосы, всегда можно на время вернуть себе былой объём. Для этого существуют накладные локоны. Стилист Тина Пирсон говорит, что они являются незаменимыми для голливудских красавиц, чьи волосы страдают из-за частых укладок и завивок. «Я думаю, что звёзды прибегают к накладным локонам, потому что иногда у них просто нет времени. Если вы постоянно накручиваете волосы или их выпрямляете, постоянно подвергаете их термическому воздействию, это может быть очень вредно». «Стилист продемонстрировала, как можно использовать локоны, чтобы придать объём или новый оттенок. При этом такой вариант ещё и более экономный. Наращивание волос может стоить до 1000 долларов, а накладные локоны стоят дешевле и при этом более долговечны».